Чем вместо хлора обеззараживают воду на биологических очистных сооружениях и как живет российский автопром в условиях импортозамещения? Об этом рассказали главе Чувашии во время визита в Ночь Баксарск. В мире обсуждают новый виток антироссийских санкций в России импортозамещения. С этой точки зрения на рынке легковых автомобилей все надежды на автоваз. Впрочем, даже самые популярные модели автомобилей «Лада» пока российские только на 70-85%. Компания работает над этим. В Чувашии автоваз представляет дочернее предприятие. Новую для республики российскую технологию продемонстрировали Михаилу Игнатьеву и журналистам на биологических очистных сооружениях. Этот объект принимает и очищает сточенные канализационные воды Чебоксара-Ново-Чебоксарска. Перед тем, как стоки сбрасывают в Волгу, они проходят несколько ступеней очистки, завершающий этап обеззараживания. До недавнего времени для этого использовали гипохлорид натрия, который имел серьезный недостаток. Опасное вещество – активный хлор, хоть и в небольшом количестве, попадал в реку. Сейчас на Босс переходит на новую систему обеззараживания сточных вод. Вместо хлора – ультофиолетовое излучение. Однако этот способ требует более тщательной, предварительной очистки стоков от взвешенных частиц в специальных фильтрах. Здесь происходит микрофильтрация поступающей сточной воды от взвешенных веществ. Сточная вода поступает в полость фильтра, где отфильтровывается от взвеси, и далее идет на последующую стадию обеззараживания. В то время загрязняющие вещества, которые осели из полости фильтра, промываются обратной промывкой и идут на последующую очистку головы сооружений. После фильтров сточная вода поступает в специальные модули с лампами, которые излучают губительные для бактерий ультрафиолет. Исследования показывают, после такого облучения гибнут 99% всех известных вирусов. Этот способ не изменяет химическую структуру воды, химикаты не отравляют акваторию Волги. После экскурсии глава региона встретился с коллективом. У Михаила Игнатьева поинтересовались, как контролируется соблюдение антитабачного закона в республике, и как предоставляются земельные участки многодетным семьям. Получить информацию, когда будут участки, было непросто. Касаясь города Чебоксары, у них практически земельные участки есть. Конечно, они должны предоставлять поэтапно, по шагу. Если не хватает, там в Мургаловском районе дополнительные участки, на Чебоксарском районе есть. Мы сейчас вас запишем полностью после совещания. Вы фамилию мёртв, телефон дайте. Михаил Игнатьев поблагодарил коллектив за труд на этом стратегическом для республики объекте. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.